Всем привет! Ко мне поступает много вопросов о том, что делать, если нет денег, как начать зарабатывать. И я понимаю, что этот вопрос может исходить как от школьника или студента, а так и от человека в любом возрасте, который меняет профессию и снова выходит на рынок труда. И в этом видео я решила адресовать такой запрос следующим образом. Мы поговорим о том, что делать, если срочно надо зарабатывать, нет денег, затем какую стратегию составлять, пока вы зарабатываете эти самые важные, необходимые средства к существованию, и затем как из этого расти и встроить свою жизнь финансово более стабильно. А я решила инкорпорировать несколько личных историй и историй знакомых, чтобы как-то, возможно, вы смогли лучше увидеть, какая бывает жизнь. Она бывает разная, и, может быть, вам будет тоже интереснее тогда смотреть это видео, потому что я считаю, что в нем очень будет полезный контент. Но давайте теперь перейдем к конкретике. Как вы, возможно, знаете, если не первый раз на моем канале, у меня в основном видео о фрилансе, об удаленной работе, есть несколько видео о том, как зарабатывать, когда нет никаких навыков. Но, если у вас такая ситуация, что у вас совершенно нет денег, те видео вам не подойдут. Объясняю почему. Если вам надо срочно, вот завтра, допустим, платить за аренду по коммунальным счетам, идти онлайн, работать на биржах, или бы там, знаете, вот этими всеми опросниками, или ставить лайки, вот такого плана, да, работа, она, во-первых, оплачивается очень низко, это копейки, во-вторых, пока вы зарегистрируетесь, пока вы начнете понимать, как это все работает, это не вариант. Фрилансер тоже не вариант, потому что, чтобы им становиться, надо все-таки какую-то ценность предлагать, надо что-то уметь. Если вы ничего не умеете, или то, что вы умеете, пока вы не знаете, как эти навыки использовать в онлайн-среде, я бы фриланс отставила. Если у вас такая ситуация, что у вас нет денег, беритесь за любую работу. Да, возможно, это будет работа ниже вашего достоинства, а, допустим, там, как грузчик, работа на заводе, работа в сети фастфуда. Эта работа не та, которую все мы хотим иметь, но если вам надо платить деньги за жилье, коммунальные платежи, или вы срочно собираете на что-то, на медицинские счета, на авиабилет, такая работа вполне ко всем нам применима. Я со своего опыта скажу, у меня были разные виды работ, и самая, скажу так, грубо дебильная работа, которая у меня была, это когда я стояла у дороги и держала знак какого-то бизнеса, рекламировала. Была жара, мне было очень плохо, я там почти сознание не потеряла, но я взялась за эту работу, потому что мне нужны были деньги, и я тогда еще помню, я уже не помню, какой был бизнес, но я помню, меня развел начальник в итоге, там, на деньги конкретно, еврей был, но тем не менее, ничего страшного, я там заработала то, что мне надо было. Когда я говорю о любой работе, конечно, я имею в виду легальные варианты, только, и поверьте, их масса, везде нужны разнорабочие, да, грубое слово, да, вроде как грубое понятие, но если у вас вот совсем уже вас поджимает, эта работа сойдет, это временно, и это важно помнить, об этом мы еще поговорим. Какие еще варианты работы есть, кроме как на заводе, там, грузчикам или посудомойкой в кафе? Есть такой вариант уже ближе к гиг-экономике, как водитель, если у вас есть свое транспортное средство, можете стать водителем Uber и а-ля гижи с ним, это будут небольшие деньги, но это будут хоть какие-то деньги, если вам горит. И, кстати, если вы сидите сейчас и перебираете, думаете, нет, я не пойду это делать, нет, это не мое, значит, вас не поджимает, значит, вам не горит, значит, у вас есть такая роскошь, как сидеть и перебирать. Об этом мы поговорим тогда и немножечко дальше, что делать в этом случае. Если еще говорить о работе, вот тоже хочу одну историю рассказать. У меня был друг, ну, был, потому что его уже, к сожалению, с нами нет, он занимал очень хорошую должность в шведской компании, работал головой, голова работала очень хорошо, но затем в какой-то момент ему это все опостырило, надоело, не захотелось больше быть белым воротничком, и он сменил профессию на курьера, он просто стал обыкновенным курьером. И стал намного счастливее, он объездил всю Европу на зарплату курьера. Конечно, он уже отказывал какие-то деньги, но, тем не менее, он жил скромно, ему важнее было. Вот поработал, все, голова пустая, отдохнул, и потом поехал новые горизонты Европы открывать, к примеру. И я считаю, что не надо судить человека по его профессии. Но снова таки, мы поговорили о том, если совсем все плохо, где такую работу искать. Самый примитивный вариант, всем нам знакомый, это выходить на сайты по поиску работы. Вы всегда там что-то найдете, особенно если вы живете в городке, население более 50 тысяч человек, работа будет. Конечно, будет минимальная зарплата, какие-то условия, возможно, не идеальные. Но вы ее берете, потому что вы мне пишете, да, у вас нет денег, что делать? Вот, ходить вот так вот и отправлять резюме на такого плана вакансии. Кстати, ходить вот так-то, я имела в виду ходить по сайтам, но вы также можете ходить и физически. Если вы знаете, там, у вас есть какие-то места, какие-то заводы, предприятия, кафе, физически, можете туда пойти и спросить, есть ли вакансии. Я в свое время помню, когда приехала в Канаду, в 2012 году я приехала по программе Study and Work. И по идее мне должны были, вот я сюда приехала, должны были предложить работу, но мне никто ничего не предложил, приходилось само искать. И я помню, что я просто вышла в том районе, в котором жила, и начала ходить по разным кафешкам и предлагать, что я там могу сделать. Официант, кассир, на кухню. У меня тогда, я тогда была студенткой, понятно, что никаких профессиональных навыков ни в чем у меня не было. Английский у меня был такой, знаете, шатался, но тем не менее я нашла работу и, да, я получала минимальную оплату, там, это было 10 долларов 95 центов на то время канадских, минус налог. Но тем не менее даже с этими деньгами, работа там по 8 часов в день, я могла позволить себе уже и аренду, и продукты, потому что до этого было совсем туго. Я взялась, я не жалею, это было очень стрессово, я до сих пор с холодным потом вспоминаю это время. Но то, что я должна была для себя сделать, это оплачивать свои счета и немножко попутешествовать по Канаде, я это сделать смогла. И не только себе, тогда я еще помогла своей подруге, которая там как-то тоже не могла найти работу, а я уже работала. Я замолвила словечко, ее наняли хостес. И этот вариант тоже работает, связи решают, если вы кого-то знаете, кто-то где-то работает, попросите, чтобы там узнали, есть работа, нет, может быть там за вас тоже замолвили словечко, это все работает везде. Поэтому попробуйте. А также еще другой вариант, о котором мы не говорили, который, возможно, для вас будет несколько новым, если сравнивать, да, сайты по поиску работы и физически ходить. Или там Facebook тоже, или там другие сайты, соцсети. Есть еще отдельные сайты, такие как TaskRabbit. Этот сайт доступен как в США, так и в Европе для поиска вот такой работы, как Handyman. Когда там пришел, что-то починил, там, если вы, конечно, умеете, там, лампочку сменил, цветочки посадил, или помог при перевозке вещей с одного дома в другой. Это здесь все так развито, буквально как гиговая экономика вас наняли, это уже ближе к фрилансу, да, вы пришли, отработали и получили оплату сразу там на руки. Есть и другие сайты такого плана, допустим, Upshift и Jabal или Helpware, но они больше популярны в США. А в Европе наверняка есть свои такого плана сайты, где вы можете предложить свои услуги вот такого плана, если у вас нет особых навыков. На этом, я думаю, мы эту тему заканчиваем, если у вас прям совсем нет денег, да, мы беремся за вот такие работы. Но, и здесь очень главное но, это ваша временная работа, это не вы, это не то, что я всю жизнь работаю так. Вы просто работаете, чтобы оплатить счета, и, возможно, у вас есть какая-то мотивация насобирать на билет, или отложить какие-то деньги, еще там какие-то нужды, и вы эту идею, эту цель у себя держите, чтобы, да, вы не застаивались, чтобы вы понимали, я это делаю для того-то. И вот здесь очень важно, для чего бы я это делала? Я бы это делала, чтобы иметь возможность вложить в себя, потому что вы не хотите работать всю жизнь на такой работе физического труда, к примеру. Вы хотите работать более, может быть, умом, да, или вы хотите быстрее расти, тогда вам нужны навыки, вам нужны знания. А как эти знания получать? Путем учебы. Вы поработали, и вы должны учиться. Выберите для себя то направление, в котором вы хотите развиваться. Я буквально недавно, у меня, да, это видео много историй, была в Starbucks, как обычно, эти все работники Starbucks обучены завязывать small talk, да, беседу, там, ну, как дела, как погода, а почему у нас сегодня и так далее. И мальчик на кассе мне начал задавать такие вопросы, был выходной день у всех, я говорю, ну, я работаю. Он такой, а почему вы работаете? Я говорю, ну, я всегда работаю, мне как-то не важно, выходной, не выходной. Он говорит, ой, да прям как я. Я так спросила его, он говорит, а у меня клише ситуация, я писатель и сценарист, но вот работаю в Starbucks, чтобы платить по счетам. А уже затем, после смены, прихожу домой и пишу. Я говорю, как это вы совмещаете? Он говорит, ну, почему, здесь я поработал физически, в голове своей уже обдумал там разные сценарии, ходы. Пришел домой, записал, человек смог совмещать. И у него там уже, кстати, и спектакли есть, и вот сейчас он собирает, чтобы фильм свой снять. Есть цель и есть средства для ее достижения. Поэтому тоже такой вариант. У меня на курсе был парень, помню, который работал в Польше, или две, или три работы одновременно. И при этом еще учился у меня на курсе, нарабатывал навыки, ну, по фрилансу. Поэтому я считаю, что совмещать не просто можно, но и нужно, если у вас есть видение себя в будущем, как там, какой-то профессии, там, программист, к примеру. И не обязательно сразу браться за платные курсы. Масса бесплатной информации. Сначала, как новичок, поучите бесплатно, а затем уже вы как раз и деньги какие-то, у вас уже какие-то деньги будут, вы уже поработали. И сможете вкладывать уже в более качественное образование. И тогда уже, когда вы наработаете себе площадку каких-то знаний, вот тут мы можем уже говорить о фрилансе, об удаленной работе. Или же, если вы сейчас меняете сферу деятельности, или меняете месторасположение, вы хотите работать удаленно, навыки у вас есть. Вот здесь мы переходим к этому этапу, когда вы уже можете предлагать какую-то ценность на рынке. И еще важный момент. Когда вы работаете на ваших временных работах, не переутруждайте себя. Не отдавайте себя, не работайте сверхурочно. Вам от этого или ничего не будет, или если будет какая-то надбавка, или какие-то дополнительные деньги, как правило, это копейки. Лучше вы отработали, закончилась смена, пошли, пока у вас есть какая-то энергия, дома и поучились. Вложили в себя. Потому что то, что вы тут сейчас потеряете 10 долларов, и вот вы, допустим, целую неделю перерабатываете, там, окей, заработали чуть-чуть больше, но в итоге вы пришли в выжатый лимон, уже ничего не хотите, и вы пропустили, как сказать, missing opportunity, да, упустили возможность вложить в себя. Поэтому вот мой вам совет, не перерабатывайте. Снова такие истории жизни. Я когда работала в офисе, у меня была такая страничка, работала недолго, там, буквально 3 года, но есть у меня вот опыт работы в офисе. Я помню, мы работали с 9 до 5, и вот 5 часов наступает, и все мои коллеги сидят и что-то еще продолжают работать. Ну, мы работали в помещении, все друг друга видят, да, с компьютерами. Там что-то еще кладут, что-то еще делают, какие-то еще вопросы начальство задают, ну, вроде как работают, или создают видимость работы. Я же 5 часов, все, выключила компьютер, ушла, потому что мне платят почасово, или там, у меня была какая-то зарплата, да, в месяц. Все, конец, я не перерабатывала. И, казалось бы, с таким подходом, вроде как, по сравнению, если, да, смотреть на моих коллег, таких добросовестных, и меня, вроде как я проигрываю, но в итоге, наоборот, у меня и повышения были быстрее, и чаще, и лучше, потому что, ну, мне, наверное, так повезло, что мое начальство ценило не количество отработанных часов, а объем, качество, пользу, которую я приносила. Поэтому, если вам тоже так везет, это вообще классно, если не везет, забери на таких начальников, это все время на. Я считаю, что важно качество, не количество, но не все начальство так разделяет мои виды. У вас будет своя ситуация, но в любом случае не перерабатывайте. Если вы понимаете, что эта работа для вас временна или вам не нравится, вы пока просто вот, чтобы платить по счетам, взяли за нее. Это вот то, что я еще хотела сказать перед тем, как мы перейдем к следующему этапу, когда у вас уже есть навыки, когда вы уже хотите вырастать из работы временной до карьеры. И здесь можно уже говорить о фрилансе и об удаленной работе. Вы, как специалист с какими-то навыками, можете искать работу уже и в оффлайн среде, и в онлайн, удаленную работу, где вы будете выполнять обязанности, которые можете. Да, там, вы графический дизайнер создавать что-то, или вы программист писать код, тоже что-то создавать. И здесь у меня на канале масса информации на эту тему. Пожалуйста, смотрите, масса площадок, масса возможностей. Но здесь бы я хотела упомянуть свой курс. Да, курс называется о фрилансе, но он не только о фрилансе, он больше о том, как работать удаленно, как работать онлайн, не привязываться к месту и как выходить на такую работу. Фриланс биржи — это только одна часть фриланса. Интернет — это огромное пространство, масса возможностей, но надо грамотно себя преподносить, подавать себя, писать о себе, контактировать проекты заказчиков, показывать свой портфолио. Это все нюансы, на которых многие и начинающие, и уже фрилансеры со стажем совершают ошибки, и поэтому их не нанимают. Поэтому, если вам эта тема интересна, я оставлю ссылку, я принесла свой курс, можете ознакомиться с информацией, которую я там предлагаю, у меня в основном будут бесплатно, и понять, для вас это или не для вас, но я считаю, что если вы хотите работать удаленно, то, что в курсе есть эта информация, она крайне важная — уметь контактировать и находить работу напрямую. И почему я, кстати, о фрилансе вот в самом начале сказала, что это не вариант, если вам срочно нужны деньги? Потому что фриланс — это долгоиграющая история. Хотя бы 2-3 месяца вы будете только начинать нарабатывать первые контакты и получать первые проекты. То есть, по сути, получать или даже не получать оплату. Только затем вы уже будете расти и выходить на стабильный доход. Поэтому, если у вас нет денег, ищем в вакансии сразу где-то. Если у вас уже есть какие-то навыки, и вы можете 2-3 месяца не так сильно стрессовать по поводу того, что доход ниже или его нет, тогда уже выходите на фриланс, на удаленную работу. Я считаю, в любом случае, если вы вкладываете в себя, это всегда перспективно. Это всегда возможности. Двери откроются. Но надо, конечно же, будет стучаться и стучаться правильно. Вот это то, вроде как, немногое нам получилось, многое всего, что я хотела вам рассказать. Если у вас есть свой подход, свои идеи, свое представление о том, как зарабатывать денег, когда их нет, пожалуйста, пишите в комментариях, давайте помогать друг другу, потому что у каждого своя ситуация в жизни. И порой так происходит, что мы оказываемся без ничего и начинаем с нуля. Я буду рада вашим отзывам, вашим советам. И если это видео было интересным, полезным, покажите это, поставьте ему лайк. Если вообще вам интересна тема заработка онлайн, удаленно и релокации, подписывайтесь на мой канал, где я об этом рассказываю. И успехов вам! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!